Далее в другом хадисе посланник Аллаха саллиллаху алейхи вассаляма говорит «Ва ман кана фи хаджати ахихи, кана Аллаху фи хаджатих» Кто будет занят нуждами своего брата, проблемами своего брата, Аллах будет, Аллах возьмется за его проблемы и нужды. «Ва ман фарраджа ан муслимин курбатан» А тот, кто принесет облегчение в какой-либо беде своего брата-мусульманина «Фарраджа Аллаху ан хубиха курбатан мин кураби яумил кияма» Благодаря вот этому его поступку Всевышний Аллах облегчит ему одной из беде судного дня. Кураб – это печаль судного дня. Это же не сравнится с печалью этого дня. Тебе достаточно поддержать, принести облегчение в печали, в беде одного человека. В судный день твою печаль Всевышний Аллах с тебя снимет, облегчит тебе твою печаль. «Ва ман саатара мусульман» Обратите внимание. «Саатара Аллаху яумил кияма» А тот, кто скроет своего брата-мусульманина, скроет его недостаток, скроет его грех. Всевышний Аллах скроет твой грех и твой проступок в судный день. Когда все будут разоблачены перед друг другом, там Аллаху тааля скроет, как будто бы у тебя не было этого греха, останется скрытым твой грех в судный день. Сегодня очень модно, к большому сожалению, занятия рыбатом. Часами напролет, если когда-то это было женским занятием, сейчас мужчины не уступают женщинам. Осуждать, злословить, говорить о недостатках, начиная с того, как кто-то одется даже. Если нету повода, если неизвестно, просто на тебя посмотрят и найдут, что сказать. Просто достаточно, чтобы ты появился. Вот есть такая болезнь у многих людей. Упаси нас, Всевышний Аллах, от этого. Это очень страшный порог. Это один из тяжких грехов, который очень легко, без большого телодвижения совершается. Оно сравнивается с самыми тяжкими грехами. Грех гибата. Аиша, раздавая Аллаху ана, стояла рядом с пророком, салю Аллаху алейхи вассаляма. Естественно, она женщина, как и все другие женщины, от ревности она в адрес. Сейчас другой супруги пророка, салю Аллаху алейхи, сказала, назвала ее «каратышкой». Вот в переводе это и означает, что она вот такая, низенького роста, и ничего более. Сейчас одна жена другой, о, как называют, самыми страшными названиями. Она сказала, она «каратышка». Пророк, салю Аллаху алейхи вассаляма, сказал, «Аиша, ты сказала, говорит, такое слово, если это слово бросить во все океаны и воды этого Дуния, станет мутной вся вода». Вот так сказал пророк, салю Аллаху алейхи вассалям. Это очень тяжкий грех, очень мерзкий грех, который разрывает наше общество, который стравливает одних друг против других и сеет ненависть и злобу в сердца друг друга. Продолжение следует...